Из Вашингтона мы едем в Айдахо, затем заезжаем в Юту. Душа болит. Смотрите, сколько солнечных батарей до этого нигде не видел. Айдахо! Восхитительно! Природа исполнила! Субтитры сделал DimaTorzok Сообщил даже, говорю, ребята, наверное, я поеду пустым, потому что много тут времени можно потерять. И портануло. Взял две палеты вон сзади, они, видите, накрыты у меня. Нежно накрыл их, как собственное дитя. Едем в Техас. Город называется, сейчас скажу, Темпли, точно, Техас. 2 200 миль у меня расстояние. Из Вашингтона мы едем в Айдахо, затем заезжаем в Юту. После Юты у нас идет Нью-Мексико и потом Техас. Дали мне на... в общем, доставка через ровно 48 часов сейчас у нас. Но я взял груз в 3 и тут из Сиэтла пытаюсь выбраться тут по трафикам и еду. Доставка сегодня 11 октября, доставка 13 тоже в 4 дня по Нью-Йорку времени. Поэтому у меня ровно 48 часов. У меня 2 200 миль, это, в принципе, нормально. 1100 миль в день, это терпимо. Ну, как я говорил, 800 миль, ну, по мне, проезжаются более-менее легко. Остальные 200-300, так уже чуть-чуть устаешь. Но, чтобы выбраться из этой зоны, раз в эту зону попал я на северо-запад Америки, идешь на любые жертвы, чтобы выехать. Стоимость 1200 долларов. Вот, все. Просили меня говорить время, просили меня говорить цену, просили меня говорить расстояние. Собственно, все сообщено. Бывают такие дни. Вот, например, сегодня. Да я не знаю, почему у меня весь день. Я спал всю ночь, глаза слипаются. Почему-то. Еще и башка болит. Надо остановиться сейчас Эдвил. Или второй там, какой-то, не помню, у меня есть. Ребята, я хотел бы прояснить ситуацию. Поезда здесь как-то в Америке. То ли картинка другая, то ли поезда другие. И, по-моему, они какие-то красивые. Хотел бы прояснить ситуацию с лайками под видео. Как-то уж на это заостряют внимание. Смотрите. Лайки от автора канала. То есть, когда я лайкаю. Видео, и он появляется там в логотип канала. Вопросы задают. Видите, а что ты лайкаешь? Там какие-то трешевые комменты. А нормальных комментов лайкаешь мало. Мне не сложно. Я могу лайкать все. Ну, смысл тогда в этом чем-то. Есть реально, когда комменты читаешь под видео, есть очень смешные. Ну, конечно, их хочется оценить. И чтобы лайк от автора канала, коммент поднимается вверх, и его видят все. Но вот эти вот трешевые каналы, или вопросы такие риторические, или человек посмотрел с видео, ничего не понял, например, или какие-то неоскорбления, но попытки вывести автора канала из себя. Я сейчас говорю, наверное, ну, не про себя, а про многие-многие каналы. Часто просто лайкуют для того, чтобы, я говорю, опять же, коммент в топ зашел вверх, и чтобы его все те, кто уходит под видео, в подвал спускается под видео, почитать комментарии, ответить, или просто ознакомиться. Увидели его и отреагировали. Поэтому иногда, вот вы когда комментарии читаете, не только залайканные, там, несколькими десятками лайков, комментариев в топы, но и иногда хочется, чтобы вы обратили внимание на какой-то, ну, и там с человеком, если у вас другое мнение, вступили в дискуссию. Вот только поэтому, и все. Так несколько просто уже писем получил, в плане того, что, видите, нафига ты такие комменты лайкаешь, которые, ну, вроде как, тебя задеть хотят, или... Ну, я думаю, что я объяснил. 3,03 стоит. Ну, 3,04 за галлон стоимость бензина. В Орегоне. Бупрофен. Горький. Голова болит, помогает. Душа болит. Не помогает. А у меня тем временем рекорд очередной поставлен. Больше тысячи лайков перевалило на вот этом видео и вот эти фотографии с Оливией, где я и тут песню пою и вот эти фотки. Инстаграм в описании. Подписывайтесь. Мы тут тоже развлекаемся. Все, через 2 часа 12 минут у нас следующая остановка на Пайлоте Вайдаха. Это мы туда приедем. 285 миль. А, нет, через 2 часа. 4,15 туда ехать. 285 миль. Старт. О, ребята, посмотрите, сколько солнечных батарей в Орегоне. Первый раз мне попались. До этого нигде не видел. Прям целые горы. Сейчас, наверное, за холмом еще больше будет. Что солнечных батарей, что ветряных мельниц здесь очень много. Кстати, нонсенс такой. На Кипре тоже полно этих ветряных мельниц. Вообще весь остров имя усеян. А электричество капец дорогое. Там, получается, мы снимали ну, по американским меркам, если... Короче, по нашим нормальным меркам трехкомнатное зало, две спальни. Была большая лоджия двухэтажная. Получается, с первого этажа лоджи на второе поднимаемся. Там мангал. Можно эти были шашлыки жарить. Сама квартира стоила, я не помню точно, но то ли 450, что-то такое. Может, 500 максимум евро в месяц. Это в городе Пафос. А за электричество в самые... Ну, в самые жаркие. Там всю жизнь жарко, кроме января, по-моему, и февраля. В самые такие ядреные жаркие месяцы за электричество выходило порядка 400 евро. Ну, это просто... Там чего электричество? Ну, плитка, ну, холодильник. И самый мощный это кондиционер. Короче, электричество там на Кипре очень дорогое. И вот, считайте, 50% комуслуги, 50% стоимость аренды квартиры. А вообще, ну, я не знаю, как сейчас это, я про 2011-2012 год говорю. А вообще, если сейчас искать, я думаю, там цены понизились после того бума, кризиса. Помните, когда правительство пощипало депозиты, просто наглую взяли и депозиты пощипали у людей с счетов. Там люди не могли вообще своими деньгами воспользоваться, ограничения вели, как, знаете, комендантские частности, снятие наличных. И у меня есть товарищи, у которых пощипало правительство депозиты. Я не помню, сколько, но в какой-то процентном соотношении какой-то процент забирали в пользу государства. И сейчас только понимаешь, что частная собственность, как Европейский Союз относится к частной собственности, яркий пример, как они отнеслись к частной собственности. Когда там, в каком году турки-то высадились и пол острова себе отжали, и получается, сейчас, на данный момент, на европейской, на южной части Кипра есть турецкие дома стоят, на северной части Кипра греческие дома стоят, где люди жили и заброшенные, то есть они с этой недвижимостью ничего сделать не могут. Ну, что касается, я не знаю, северная, южная часть европейская точно им стоят заброшенные турецкие дома, и в них никто не живет, и продать ничего не могут с ними. Вот. А денежки-то пощипали, прилично пощипали. Айдахо, штат, Айдахо. Айдахо внутрь. Айдахо 4 градуса по Цельсию. Спасибо, что плюс. Айдахо 3 доллара бензин стоит, самый дешевый 3.20 и 3.40, 3.50 самый дорогой. Ух, ух, ребята, прикиньте, почти ноль. А Витек в шлепках, шортах и в тоненькой маечке. Нью-Мексико. Ух, Айдахо даже, кстати, карты сделаны как картошка. Это же штат картошки, видите? вот. Такая есть, ну-ка, есть просто с контуром карты. И есть вот такая, нет, неинтересно. Вот. Такую. Айдахо знаменитые за картошки, видите? вот у них картошечки здесь. Айдахо и Республика Беларусь должны быть считать городами, штатами, побратимы. Во. конечно я ничего в Вашингтоне штате не нашел, в этом в Орегоне ничего не нашел. Ладно, все впереди. Так, пока города вообще так как было, так и есть. Амарилла и Вегас. И мы едем теперь в Юту. Теперь нам в Юту, вот, наверное, доедем здесь будем ночевать, не доезжая с Алт-Лейк-Сити где-то рядышком. Что, ребят, делаем, когда батарейки садятся? Опять скрипит потёртое седло И ветер холодит былую рану Куда вас, сударь, чёрту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на свою веку Красавице и куб счастливому клинку Пока, пока, покачивая перебина шляпа Судьбе не разжибнём Мерси Богу Эй, Каналия! И 0 градусов обратите внимание, 0 градусов А у Витька ещё нету автономки и вэн не утеплён Вот так и живём Так, ну что, это мой ночлег А, что, я сюда-то встал Тут неудобно Надо куда-то в краешек прятаться Ребят, было предложение записать, какими я приложениями пользуюсь в дороге Их не так много Поэтому это короткий сюжет будет Значит, с главной вот страницы у меня я пользуюсь Ну, понятно, что Google карты, Apple карты и навигатор Waze на выбор по-разному А приложение Loves вот это вот И Pilot вот это Это заправки по всей Америке Тут мы можем найти ближайшую заправку Выстроить маршрут Он нам покажет где какие заправки находятся Вот я сейчас стою Вот видите сердечки Это Нажимаешь её В Pilot также работает Потом у меня есть сканер документов Я им часто пользуюсь Просто сфотографировать и он делает как будто это скан Иногда грузовладельцы заказчики просят чтобы ты их грузы зарегистрировал ну и себя в MacroPoint они видимо там отслеживают твоё местоположение Факсы посылать да-да не удивляйтесь Иногда в Америке просят послать факсы и вот документ фотографируешь нажимаешь сюда факс Я купил здесь 15 центов стоит один факс отправить у меня есть кредиты здесь 990 тысячу кредитов я купил по-моему за 12 или 15 долларов в общем 15 центов стоит одну бумажку отправить чтобы не бегать не искать факс вот и всё наверное больше то и показать нечего остальное всё это для ютуба для инстаграма для жизни ну в общем если вам интересно так вот эта синенькая Adobe Fill это заполнять в PDF документы и подписывать их своей рукой подписью Хам это вот мой стоит этот Wi-Fi роутер который в Вене работает если вам интересно вообще в принципе какими приложениями в Америке я пользуюсь но я сделаю это в следующем видео дайте знать в комментариях доброе утро у меня наступило ребята пол седьмого утра проснулся с дочерью поговорить и касты не перепутал они с моими на дачу уехали я думал сегодня с ней поболтать в видеочате проезжаю Salt Lake City очередной раз первый раз днём и третий раз в принципе всё время хочу downtown Salt Lake City заснять и его никогда не видно с дороги то ли дорога какая-то у меня не та по 15 доеду сейчас в сторону получается с севера на юг проезжаю сам город и не вижу downtown я не знаю где у Salt Lake City downtown он вообще есть по периметру офигенные горы со снежными вершинами сейчас навряд ли дымки всё сейчас попробую вот показать да там не видно должно быть видно вон там вон вдалеке в общем Salt Lake City окружён заснеженными горами не знаете мне напоминает ребята с Алматы вот в Алма-Ате так же точно по городу двигаешься я помню в Алма-Ате по городу двигаешься 35-40 градусов плавится асфальт мягкий на горах снег и наверх поднимаешься туда на чабулак второй или третий этап наверх получается ступень и там уже надо надевать шубы валенки потому что снег лежит ну а ребят даунтаун так мне и встретился по пути но вот посмотрите заснеженные горы какие как бы сказала Татьяна Анатольевна Тарасова восхитительно природа исполнила да смотрите какие деревянные изделия ручной работы везут как будто мне рекламу проплатили сайт сразу видно куда-то в магазин или наоборот купили домой везут все связано с индейцами орел вот сам индейец и это не просто так мы сейчас с вами будем проезжать огромные резервации индейские красиво красиво мне нравится мне нравится мне вот это нравится орел первая стоит крылья распахнув как думаете какие цены на них могут быть я думаю что орел больше штучки а эти в районе штучки в районе в районе штучки проезжаем резервации индейские вот таких домиков много натыкано с полями с сарайками здесь гараж поставил на стол наверное свое решила ехать не до пайлота становился вот на такой маленькой заправки она не работает почему-то видите все это тоже и те тоже бензина нет не завезли еще наверно думаю что там внутри может что интересное должно быть напряглись там девчата деревенские из-за камеры с опаской на меня смотрели ну зато очередную ой как грязно юта 1896 года последняя заправка потом начинается резервация индейская еще одна вот одну мы проехали потом вот еще одно и находится она в альбукерке знаменитой альбукерке штат нью-мексико а так если нажимаешь сильный расход можно так ребята хоп чуть-чуть так брызг-брызг-брызг-брызг-брызг-брызг-брызг-брызг-брызг-брызг-брызг 7 часов 12 минут ехать если без остановок 453 мили до следующего ну ладно все заряжаемся энергии позитивом включаем youtube надеюсь по пути там интернет будет хотя она вряд ли в горах и поехали это городок заехал с одной улицей и на каждом квадратном сантиметре байк-шоп ресторан галерея что там еще гараж какой-то ликерка кафешка бары трактиры залезено одной улице реально сейчас на карту посмотрел там влево-вправо все уже просто одна улица и полиция из этот как участок полиции здесь и шериф там чуть дальше и здание администрации банкового спорта мотели 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 бы что-то пока смотрел раскрыв рот камеру пока включил что это блин это бар агентство по недвижимости что-то сюда переселиться поехали вон и все и дальше упираемся в гору числе управа куда-то трасса дальше пойдет тика подождите-ка ребята где мы находимся а мы рядом с колорадо юта и вот мы сейчас двигаемся на юг мы колорадо чуть-чуть зацепим и потом начнется штат нью-мексико подъезжаем штата колорадо написано видите дырка в скале прям так и написано где эта дырка покажите нам ой фига там наверху какой-то этот стоит баги или велосипедка катамаран какой-то где дырка вот стрелка нарисована где она как за рулем неудобно все это делать я не увидел дырку скале но она есть блин какая красота извините что через стекло чуть-чуть заляпанно за вас этот видео больше наверно больше картинок чем бла-блаками хочется стать режиссером вытучиться на режиссера какие-то фильмы здесь снимать комедийный вы посмотрите жака приблизь а это дырка в скаболе а мне издалека казалось это огромное зеркало стоит я хотел уже по хайпить сказать ребята смотрите какое зеркало издалека казалось отражало а это просто вот она дырка в скале дома стоят че слушайте может быть мне вот есть у меня допустим я взял как думаете взял маршрут яна сестра к тебе вопрос взял маршрут я до груз по пути посмотрел какие города мне попадаются тебе скидываю маршрут пока я еду ты быстренько мне скидываешь информацию по этим городам какую-то историю интересные вещи которые в этом городе стучались в общем чем известны эти места может туристические на какие-то я уже подкован и заезжаю в это село поселок деревню город и по пути хотя бы на ходу или выходя где-то заезжаю рассказываю мне кажется это очень эффективно будет а то у меня получается о ребят смотрите город какой ничего себе домики стоят а вот вывеска висит смотрите какая вывеска необычно старинная вывеска или ой какие горы красивые красные посмотрите какие красные да я же понимаю что этого в ютюбе полно и снято не снято это намного интереснее эти все красивые горы поэтому как идея я напиши в комментариях а мы твой комментарий закрепим и будьте готовы когда здесь будете ехать интернетом здесь вообще плохо со связью более-менее еще можно кого-то услышать поговорить а интернет вообще не работает в мексико тоже что ли марихуана разрешено еще не видно едем 30 миль в час катимся за олени здесь нет не в мексике кто может здесь неожиданно выбежать вот с ближним получше так получше вчера аллергия неожиданно на меня налетела выпил таблетки от аллергии часов в девять вечера уснул проснулся в три ночи и двинул дальше осталось мне 500 миль где-то до выгрузки до четырех часов дня надо приехать на выгрузку у меня время много еще и все время на остановке и на все про все слушайте а я вот понять не могу может быть на камере вам не видно туман может вам кажется что все нормально вот сейчас ваш экран потому что хотел записать stories включил телефон а через телефон еду вообще тумана нету хотел записать английский с поликом выучить слово туман в инстаграме а почему-то не видно на телефоне и знака камеры передают но смотрите на телефоне абсолютно чистая дорога а в реале туман друзья хотел бы поблагодарить за активное участие за просмотры на канале и не могу это просто мимо пропустить очередной рекорд пробил канал в первый час посмотрела видео с ромой с леной 2900 человек это абсолютно рекорд до этого максимум две тысячи было в первый час я про первый час после публикации оставляйте лайки и комментарии это это большой вклад в развитие канал поэтому тех блогеров которые вам нравится которые вы смотрите хотите поддержать первые часы просмотра видео поддержка она очень помогает спасибо вот моя чё уже я подъезжаю на последнюю свою заправку она у меня через девять минут через девять миль перед выгрузкой недалеко буду от хьюстона завтра воскресенье и видимо маловероятно что завтра что-то возьму сегодня буду отдыхать до выгрузки у меня все в любом случае в четыре вечера ну и наверно проведу следующий день в хьюстоне хочу посмотреть веном хочу пойти в зал тренажер ну посмотрим как получится по ситуации так что все будет на канале следующем видео а тут у нас поток смотрите какой-то ну затопила машина на выгрузку с той стороны видно не будет прям дома стоят входные двери затоплены скорее всего был дождь что ли большой у тебя дороги сухие а вот поля все затоплены как будто какой-то шторм прошел с изнастил на выгрузку приехал везде камеры короче в техасе 27 плюс по цельсию это здорово это даже душно видите человек какая падла там холодно тут душно все не так жидко 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 станция какая-то кирпичное здание ну по ощущениям вон туда где погрузчик хотя нет ваш шипинг или сивин нашел заходите в мой дом в мои двери открыты буду песни вам пить и вином угощать все пацаны забирайте 200 миль 1200 долларов штат Вашингтон, штат Техас все рейс закончен отъехал на заправку и здесь какая-то она не очень сейчас посмотрим немножко отдохнуть что-то подустал за этот рейс все завтра завтра же у нас еще Федя Емельяненко будет биться в Нью-Йорке я к сожалению от Нью-Йорка далеко не получилось у меня приехать но будем смотреть будем смотреть будем за Федю топить и как вариант это может быть его не хотелось бы конечно но может быть этого будет последний бой в карьере но будем за него болеть Федя удачи тебе ребят спасибо до следующего раза до следующего влога всем пока спасибо за лайки спасибо за поддержку еще раз пошел и прикимали маленько спасибо за просмотр спасибо за просмотр